Доброе утро еще раз! 14 февраля, вторник, и время встречать с гостей в студии хорошего настроения. Торговая марка «Спартак» является гарантией качества и отличного вкуса. Ее любят миллионы потребителей. Независимо от возраста, она всегда оправдывает их ожидания и удовлетворяет самый изысканный вкус. «Спартак» – искусство дарить радость и вдохновение. «Спартак» – искусство дарить радость и вдохновение. Александр Межен и Ольга Бурлакова в студии хорошего настроения. Ну а с нами еще один музыкальный гость. Итак, друзья, рады представить вам народную артистку Украины, певицу и композитора Ирину Билык. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть здесь у нас в гостях. Я наконец-то в Минске. Да, наконец-то в Минске. Вы же нечасто, да? Нечастый гость у нас. Я часто бывала в Вицепске на Славянском базаре. Конечно же, замечательный праздник, встреча друзей. Но в Минске в этот раз тоже мы встретили старых друзей. Как вам впечатление о городе, о стране, ну вот свежее впечатление? О столице, в частности. Вы знаете, очень светло, очень чистенько, очень уютненько, вкусненько и очень красивые мужчины. Ну вот тема любви, она просто пропитана. Пропитана этой темой все творчество, любая песня. Это вот так вот как-то зародилось, как-то вот внутри всегда было, либо востребованная тема. 11 альбомов, которые у меня вышли и на украинском, и на польском, и на русском языках, это только песни об этом чувстве, только о безумной любви. В любом случае, мне кажется, что все песни, которые поются, они в том или ином смысле, они все равно про любовь, либо про взаимоотношения между людьми. Ну, самое главное, как петь об этом, потому что можно спеть просто для того, чтобы сделать вид, что ты яркий, замечательный певец. Но я, знаете, я поняла, что артист может быть и в, скажем, каком-то невыгодном для себя свете, но главное, чтобы это было искреннее. Да, вообще можно любую песню спеть, если это поет хороший артист, он поет с любовью, любую песню, на любую тему, и это главное. Я просто хочу напомнить моим поклонникам в Беларуси, какие песни я пела, и которые они знают. Конечно же, это песня «Снег», которую поет Филипп Ведросович Киркоров. И мне очень приятно, что в Беларуси меня узнали по исполнению песни «С тобой» Верасов, Недвиги и Александра. Это моя любимая группа, скажем так, здесь. И отдельная благодарность Саше Солодухе, который позвонил. «Пожалуйста, разрешите, я очень хочу, мы будем вместе». Я говорю, Саша, ну конечно мы будем вместе, конечно, как я могу отказать? И самое главное, что ни за одной из этих песен я никаких не брала гонораров, и мне очень приятно, что эти песни действительно полюбились народу. Вот от всей души. Это правда, полюбились безумно. И так как мужчины поют ваши песни, и безвозмездно вы дарите свое творчество, то я думаю, что эти мужчины как минимум на руках должны при встрече постоянно носить. Но интернет говорит, что носят, вот носят. Я вот сейчас вот прочитал, тут много всякой информации. Может быть, вот из первых уст хотелось бы услышать историю вашей любви, потому что украинские СМИ уже очень много напечатали про ваши взаимоотношения с мужем. Вот хотели бы узнать первыми, так сказать. Каждая история вызывает бурный интерес. Но я думаю, что все прошлое это можно вычеркнуть из жизни. Самое главное то, что происходит сейчас. Сейчас я очень счастлива. Мой муж очень известный режиссер, фотограф, стилист, фотохудожник. Он говорит, не говори фотограф, я фотохудожник. Это Аслан Ахмадов, известный всем по любви, дружбе с Людмилой Марковной Гурченко. Как он поет. Да, он в голосе чуть-чуть поучаствовал. Это просто потрясающе. У нас растет маленький сыночек Табрис, ему годик, два месяца. Я хочу передать привет своим родственникам. Они живут в городе Речица. Дорогая моя тетя. Вот, наконец-то, я здесь. И надеюсь, что в будущем у меня состоятся концерты в Беларуси. Мы тоже надеемся. А вот подарочек вы уже для поклонников сделали. Видеоклип где-то в начале зимы вышел на песне «Волшебник», да? Да. Какие-то еще ожидаются поступления видеоподарков таких? Ну, ко дню рождения, 6 апреля, это у нас тоже национальный праздник, мой день рождения. Ну, это не ха-ха-ха, это реально вся страна, все радиостанции, все на свете поздравляют. Это так приятно. Я решила тоже сделать замечательный подарок поклонникам. Альбом из новых 10 моих треков. Музыка и слова Ирины Билык. Я очень переживаю, потому что альбом называется «Без грима». И, в общем-то, это нетрадиционная для меня музыка, а музыка-лаунж. Немножко с джазом, немножко какие-то особенные чувства, переживания, которые вот только-только, скажем, может ребенок чувствовать, потому что песни собраны за 20 лет. Вот что я пишу, я их просто не выпускала. Это действительно замечательный подарок. Вот эти артисты, они, как говорится, ничего себе людям. Даже в свои праздники они делают что-то для своих поклонников. Нам очень приятно, что вы к нам заглянули на огонек. Спасибо за приглашение. Я представляю, какой у вас график. Ну и мы, конечно же, не можем вас отпустить пустыми руками. Сладкий сувенир для того, чтобы послевкусие было замечательное после нашего общения. Вот от нашего партнера. Спасибо огромное. Это все вам. Это очень красиво, вкусно. Но я думаю, что довезу, подарю мужу, он будет счастлив. А мы надеемся, что не дотерпите. Сидите в дороге. Мы вам еще один подарочек, когда вы к нам в следующий раз придете, мы вам еще один подарочек обязательно подарим. И вам тоже хочу пожелать любви обязательно. Потому что в эфире, конечно же, вы очень хорошо смотритесь. Я думаю, что вы могли бы быть парой. Да, но я вам желаю личного счастья. Личного. Каждому своего личного счастья. Спасибо большое. И вам желаем любви такой всепоглощающей. Любите и будьте любимы. Собственно, как и сейчас. Мы благодарим еще раз нашу удивительную гостью, певицу, композитора, народную артистку Украины Ирину Билок. Спасибо. Спасибо вам. И удачи огромные. А я еще раз напомню, дорогие друзья, партнером нашей программы является торговая марка «Спартак». Гарантия качества и отличного вкуса. Ее любят миллионы потребителей, независимо от возраста. Она всегда оправдывает их ожидания и удовлетворяет самый изысканный вкус. «Спартак» – искусство дарить радость и вдохновение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова